Дорогие друзья, добрый вечер. Лиза Калинина сегодня в студии. Мы начинаем наше вечернее шоу. Здравствуйте. И пятница. Классное настроение. 27-ое какое у нас число. Неважно, какое число. Мы сегодня говорим о любви. И с радостью представляю нашего эксперта. У нас писатель, востоковед сегодня Анна Пушакова. Аня, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Аня. И мы сегодня говорим, как бы это правильно сказать, ну об эротике. Японской. Своего рода. Потому что у вас есть серия таких книг. Одна из них называется «Сюнга. Откровенное искусство Японии». Да? Да. Вот. Вы, короче, специалист в этом деле. Знаете, когда у меня эта книжка вышла, очень интересно, мне друзья начали присылать скриншоты со страницы одного крупного интернет-магазина, где книжка продавалась, бестселлер, да, только что вышла. И моя фамилия была записана так «А. Пушаков». Мы всех катали. Типа он, да. То есть, по всей видимости, людям не пришло даже в голову проверить, женщина это вообще или мужчина, кто мог такую книжку написать. Надо написать. То есть, видимо, что женщина написала такую книгу, в голове как бы не укладывается. Ну да, особенно, которая работает в университете вроде, да, там будет она писать про эротическую... Я в музее тогда работала, да. ...тему, любовь в музее. Мне в музее говорили, я приходила к своему начальству, говорю, вот я книжку такую выпускаю. Так. Мне говорят, ну, может быть, под псевдонимом. То есть, ему смущаются. Я не буду. Ну, давайте сразу я вопрос в лоб задам. Как дела обстоят с эротикой и с искусством любви в Японии? Смотрите, если мы говорим об искусстве и о гравюрах, которые выпускались в 17, 18, 19 веках в Японии... Да, давно. То есть, сейчас Япония вот только-только начала преодолевать вот этот культурный барьер, когда это искусство стало выходить и его стали показывать. А до этого сейчас есть ли что? Потому что до этого в Японии... Смотрите, какая ситуация. Очень интересно, на самом деле. Потому что до того, как Япония в 19 веке начала очень активно общаться с Западом, японцы совершенно не стеснялись этого аспекта своей жизни. У них нет представления о первородном грехе, да? У них нет такого, что вот была там Ева, которая соблазнила Адама, да, съела это яблоко. Короче, все было нормально. И все эти гравюры в основном, об этом можно тоже поговорить, женщины наслаждаются наравне с мужчинами. Они просто испытывают кайф постоянно. Ну, поговорим об этом позже. Но это было давно. Потом пришли европейцы. И эта сфера жизни, она была закрыта, как бы, да, и ее не демонстрировали открыто, но она была. И когда пришли европейцы, японцы подумали, что эти вещи не надо показывать. Они засмущались. Они засмущались, да. В комплексе появились. И когда появились первые книги, которые на эротику тоже уже были, да, нацельны, то есть воспроизведение этих работ старых в современной Японии, ну, как вот моя книжка, например, вышла, японцы закрывали просто гениталии серебристой краской. Так очень аккуратно, красиво, цензурировали. Понятно. А что сейчас? Ну, сейчас начинается вот все-таки какая-то, если говорить про искусство, да, и про эротику, то начинают показывать без купюр. А что касается проблем сексуальной жизни, это какая-то такая отдельная вообще тема для разговора, потому что действительно современные японцы, у них есть проблемы в сексуальной сфере. Существует множество исследований демографических, которые показывают, что японцы позже женятся. И самое печальное, наверное, для японской нации то, что почти не занимаются любовью люди, и до 30 и больше даже лет многие мужчины остаются девственниками. А им не хочется или что? Ну, сложно сказать, хочется, не хочется, какие тут психологические проблемы есть или это проблемы, связанные с социумом. Это скорее, конечно, тема такая для научных исследований социологических больше. Но я хочу сказать, что у меня много знакомых, кто вышел замуж за японцев, и девочки говорят, понимаете, в фейсбуке даже зайти, если в группу закрытую «Русские в Японии», там каждый второй пост. Как мне развестись японским мужем и оставить своих детей со мной, потому что он не хочет со мной заниматься сексом? У нас небольшая пауза сейчас, друзья мои, музыкальная, очень в тему. Анна Пашакова у нас сегодня, эксперт, мы сегодня говорим про эротическую Японию. Наверное, так. Друзья, дорогие, добрый вечер. Лиза Калинина в студии. У меня в гостях сегодня Анна Пашакова, автор. Мы говорим сегодня о Японии, о искусстве любви и о проблемах эротических, которые есть в современности. Вот так, наверное. Наверное. Скажите мне, пожалуйста, Анна, вот была такая целая система, вот искусство гейши, вот это вот, она же зародилась в Японии. Это вообще что такое? Вот гейша, это кто? Вот как раз отличный вопрос, потому что если посмотреть на записи старые, да, японские, и немножко копнуть литературу, то получается, что первые гейши вообще-то были мужчины. И если, да, слово гейша само состоит из двух иероглифов. Человек-искусство, то есть человек-искусство, нет, это не было никакой сексуальной коннотацией до 20 века при слове гейша. А, то есть гейши это не то вообще? Нет, нет, это вообще не то. В данном случае гейши, это были что-то вроде конферансия или, ну, я не знаю, я когда... Ведущие! Вот, я когда студентам читаю лекции, я говорю, ну, представьте, что это комедий-клуб. Приведу моим коллегам, парням. Это такой комедий-клуб по-японски, да. Вот, и они развлекали, это мужчины, которые развлекали гостей, пока их должны были. В Таиланде, наверное, да, вот что-то похожее сейчас, или это не то? Не совсем. Смотрите, система была такая. Были кварталы удовольствия лицензированные, где мужчины спали с женщинами, женщины были продажны, ну, как проститутки, да? Да. Вот, это было все официально совершенно. Но в эти кварталы удовольствия переходили гейши. Да. Сначала мужчины, а потом женщины в эту профессию пришли где-то к концу 17 века. И они развлекали пением, танцами тех, кто потом пойдет развлекаться с продажными женщинами. А, то есть они такое, прелюдия, предисловия к любви. Мне тоже много говорили, что можно сравнить. Разогрев, разогрев, да, на разогреве, девочки. На самом деле, нет, конечно, это была действительно серьезная профессия была. Это были девушки, которых очень уважали в обществе, они приходили и уходили. То есть это престижно? Это было престижно, да. Более того, я читала, я ездила в Кембридж на обучение, и мы там читали старые тексты, которые связаны как раз с этой культурой. И там были тексты из серии 18 век. Люди пишут магистрату городскому, то есть городскому главе, что, знаете, вот у нас тут девочки есть, которых приглашают на банкеты. Наши сестры, наши дочери, их путают с продажными женщинами. Вообще положить этому конец, в конце концов, это девочки, которые приходят танцевать и петь. Но не девочки, которые будут спать с клиентами. То есть было вот такое недопонимание в какой-то момент. Но на самом деле в японской культуре не было принято, чтобы гейша спала с клиентом, потому что ее бы тогда в портал удовольствия не пустили. Это был запрет в этой профессии. Нельзя было. Почему тогда так вообще поменялись понятия? У нас же до нас дошла совсем другая история. Даже вот фильмы голливудские, которые есть там, ну, про гейши, почему так испортилось? Это потому что в 20 веке началась, ну, просто подмена всего всем. Понятия, да, таких? Подмена понятий, да. Потому что в Японию стали пребывать в большом количестве иностранцев, в том числе американцы. Американцы, которых девушки соблазняли, потому что Япония, это страна, которая довоенная Япония, да, достаточно тяжелое время для жизни было у женщин. И женщины просто ходили, ну, и призывали как гейши-герлс, да, вот, и оказывали услуги сексуального характера. Вот тогда началась подмена вот эта. Понятно. Хотя была очень престижная, хорошая профессия. Ну, она и сейчас престижная, хорошая профессия. А то есть она есть? Конечно, остались гейши профессиональные. Да, даже есть один мужчина, который сейчас является гейшей. В Японии. Ну, это такая, да, такая странная история на самом деле. Вот, но в основном гейши, это сейчас гейши, это просто очень высокого уровня женщины, которые развлекают своих клиентов танцами, песнями. Дорогие друзья, мы совсем скоро вернемся. У нас небольшая пауза рекламная, и мы продолжим, говорим сегодня о Японии в новом ключе. Всем привет, добрый вечер, друзья. В гостях у Страны ФМ сегодня автор, писатель Анна Пушакова. Мы как раз презентуем вашу книгу своего рода «Сюнга. Откровенное искусство Японии». И у нас ликбез такой интересный. Мы говорим о искусстве любви в Японии, как это было и что есть сейчас. Мы остановились на том, что у мужчин и женщин в Японии, когда три века назад, 4-5 столетий назад, не было никаких стеснений. Женщина одинаково получала удовольствие, как мужчина. Да? Да, так и было. И почему так? Ну, во-первых, надо понимать, что на западную культуру очень сильно влияет представление о женщине как об источнике всех грехов. Ну да. А да, о человеке, который соблазнил Адама, и из-за этого, собственно, люди были изгнаны из рая. То есть на женщине сразу лежит вот эта печать греха, просто априори, потому что она женщина, и родилась женщина. Вот это представление о женщине как о сосуде греха, оно, конечно, очень сильно влияло на образ женщины, тем более женской сексуальности во всем западном мире. Ну да. В Японии же такого не было, в Японии совершенно не было никакой концепции первородного греха как таковой. В Японии женщины были равноправными участниками половых отношений вместе с мужчинами. Более того, вот эти все гравюры, о которых я пишу в книге, они почти все содержат текст. И текст, он как в комиксах, располагается рядом с мужчиной, рядом с женщиной. И единственное отличие, там нет вот этих облачков, знаете, в которые текст писан. А так, в принципе, все то же самое. И женщины, они говорят во время полового акта, и мужчины говорят во время полового акта. И когда ты читаешь... А что они? О, там очень разные бывают тексты. Ну, привези примерно одну, что уж начали. Ну, в основном, во-первых, давайте так, 95% женщин, которые изображены в этих ситуациях с мужчинами, это обычные женщины. Это не проститутки, не гейши там какие-нибудь, да, это обычные бытовые женщины. Обычная бытовая история чаще всего с... Какая? Адюльтер. Когда женщина занимается сексом с мужчиной, и текст такой, давай быстрее, пока мой муж не пришел. Да ладно? То есть у них вот такая история была. Или, например, нам нужно быть тихими, потому что нас могут услышать. Ну, раздвижные перегородки в японском доме, понятно, даже это все на слуху. Вот, и так далее. И если посмотреть на тексты, то тексты, если женские, да, уберем, в основном там звукоподражание. Я не буду воспроизводить это. Ну, в общем, происходит. Да, звуки. Да, звуки, конечно. И я могу, но... Мы звуки запишем. Вы запишите, потом будем иногда по ночам повторять. Да, в общем, эти звуки, которые повторяются, да, они явно и прямо говорят о том, что женщина наслаждается. И это, конечно, меня, честно говоря, это привлекло сразу. Потому что я как женщина... И какое смущение. До 20 века. До 20 века, давайте так, да? Да, давайте так. До 20 века сильно все изменило. 21, когда у нас все на виду, да, видеоклипы, это все другая история совершенно. Но до 20 века все было совершенно иначе. А в Японии, пожалуйста, впереди планеты всей. Ну, мы уже так коротко поговорили о том, что сейчас в Японии совсем другая ситуация сексуальная, психологических комплексов много. Но традиция так или иначе осталась. Вот аниме, насколько мне известно, очень откровенный такой жанр. Мне кажется, напрямую нельзя сравнивать аниме с вот той гравюрой, о которой я пишу. И скорее аниме это часть того, что в мире в западном представляет собой порнография, да? То есть это просто рисованная порнография. Ну, если, понимаете, аниме мы не ставим знак равенства между аниме и порнографией. Я имею в виду сейчас хэнтай, конечно. Скоро вернемся, друзья, будьте со стороны ФМ. Всем привет, Лиза Калинина в студии. Друзья, у нас в гостях сегодня Анна Пушакова, Востоковед, автор. И мы говорим о Японии со стороны любви. Ну, мы берем сейчас ранний такой период, какой, 17-18 века. Какая у них вообще была семейная традиция? Как вот существовала семья в Японии тогда? В Японии вообще существовала полигамия, можно сказать, мужского рода. То есть мужчины, которые женились, они также могли встречаться с другими женщинами. Это совершенно не возбранялось. Такая ситуация наблюдалась уже в 8-м, 9-м, 10-м веках в Японии. И мужчина мог содержать столько женщин, сколько он хотел иметь. Но это не было никакой полигамия, как по китайскому, например, образцу, когда был гарем. Вот гаремов в Японии не было. Японцы не смешивали любовные отношения и семейные отношения. То есть мужчина не мог привезти в дом другую женщину, поселить ее рядом со своей основной женой, сказать, она теперь будет здесь. Нет. Он разделял, да, он разделял. Вот у него есть семья. Короче, классическая семья и любовница. Да, так и есть. Семья и любовница. Причем с любовницей мог быть подписан контракт. А вот статус любовницы, он был постыден? Нет. Нет? То есть это было все официально? Да, это было все вполне официально. И мужчины ходили, у них могли быть любовницы на стороне, могли быть женщины в квартале удовольствия. Такие лицензированные кварталы, где жили проститутки. Причем очень высокого уровня, да. Это могли быть очень-очень дорогие женщины. Элитные могли быть, да, женщины могли быть попроще. И если мужчина возвращался домой к своей жене после похождения в веселых кварталах, то жена мало того, что не ругала его, если он мог поздно вернуться, но она должна была еще оплатить его счета, если он сам этого не сделал. Смотрите, а как, вот допустим, если она любовница, например, она потом могла выйти замуж? Или у нее статус любовницы, и она как-то не чурались? За кого-то? За кого угодно? Сложно сказать, на самом деле. Потому что вот те источники, с которыми я работаю, да, это как раз записи о кварталах удовольствия и о женщинах, которые находятся внутри этих кварталов. И женщина, которая, допустим, является проституткой, да, и которая встречается с мужчиной, ну, вполне официально, она была более защищена, чем его жена. То есть если мужчина приходил на территорию квартала, и у него был контракт или какие-то договоренности с одной женщиной, и он шел к другой женщине, его могли за этим поймать и, ну, в общем, наказать. То есть там у него отрезали волосы, могли в женское платье переодеть, провести по кварталу, по улицам. Позор такой, что был. Позор, да. А жена его при этом таких прав не имела. Это парадокс, конечно. Что касается замуж выйти, да, женщины с квартала удовольствия могли выйти замуж, но это очень редкая история. В основном, конечно, истории заканчивались не так радужно. Тут у меня вопрос в уши все от мужчин. А что сейчас? Сейчас как вообще ситуация с сексом, любовницами и семьей в современной Японии? В современной Японии сохраняется вот это ощущение, что семья это что-то такое незыблемое, важное, да, и мужчины японские стараются не разводиться. То есть мужчина, если женится, то он, да, он женится, ну, как бы навсегда, да, но это не значит, что он будет исполнять служебный, служебный долг, да, свой, как это, долг, мужской долг. В общем, ты не можешь быть уверена, что выйдешь замуж за этого человека, да, и он потом с тобой будет продолжать любовные отношения, но при этом он будет твоим мужем, это точно. То есть он будет делать все, что нужно, но в сексуальном плане может быть все по-разному. Это как русская рулетка или да, или нет. А у женщин какой сейчас статус в плане людей? У женщин мне тоже сложно сказать, поскольку я больше общаюсь с девочками, которые вышли замуж за японцев, да. То есть русскими? Да, женщины, которые японки, женщины выходят замуж за японцев, да, это такая достаточно закрытая структура, это больше антропологи, наверное, и социологи все это смотрят. Я посмотрю по тому ощущению, которое у меня остается, да, это общение с девочками, с мужчинами. Женщины японские очень любят выходить замуж за иностранцев, не русских. Русских тоже бывает, но в основном немцы, европейцы, американцы. То есть японки японцев не хотят? Японки предпочтут, конечно, выйти замуж за иностранца. Ну, нет, давайте так, разные ситуации. Я же не могу сказать, что русская женщина тоже предпочтет выйти замуж за иностранца. Нет. Есть разные женщины, по-разному бывает любовь, не надо забрасывать со счетов. Но то, что японские мужчины находят привлекательными русских женщин, а японские женщины находят привлекательными европейских или американских мужчин, ну, это факт. Смотрите, ваша книга называется «Сюнга». Давайте это определение дадим, чтобы люди поняли, это что. Это эротические изображения, которые могут представлять собой живописные свитки. Может быть, такая достаточно дешевая гравюра, которая продавалась массово, стоила примерно как... Я всегда сравниваю с студентом, когда рассказываю. Это где-то примерно как чашка кофе в Старбаксе. Вот примерно такая была цена. И их продавали не очень открыто, немножко из-под полы. Ну, где-то так, да, на наши деньги. Из-под полы продавали, потому что это все-таки было немножечко, ну, такое, не совсем, ну, как бы приемлемо, да, не показывали, вот, были прилавки. Короче, была цензура своего рода. Да, они как бы формально были запрещены, но по факту они продавались открыто, да. Вот, поэтому все знали, где купить. Вот, и все покупали. Ну, это такой возбуждающий элемент. А, значит, смотрите. Вот она для чего вообще нужна, да. Да, среди искусствоведов тут очень тонкий такой подход. Скажешь, что это порнография, не сможешь выпускать книжки. Да, скажешь, что это не порнография, можешь пойти немножко наперекор тому, что увидят твои глаза. Да, я считаю, что это, конечно, не порнография в прямом смысле этого слова, да, это искусство. Но искусство очень фривольное, эротическое, разумеется. И откровенное. Оно бьет на эротические импульсы, конечно, откровенное. Если вы посмотрите, там половые органы преувеличены. Половые органы размером, как голова. Реально, да, если вы сопоставите размер половых органов, то он будет размером с голову человека. И это касается как мужчин, так и женщин. То есть это не только так. В общем, половому органу женщины соответствует такой же по величине половой орган мужчины, да. То есть они увеличены. Ну понятно, почему я тогда так стоналиво, говорите. Ну ладно, так, хорошо, что еще? Ну это искусство. Ну это искусство, однозначно. Если бы это не было искусством... Конечно, таким изобразить. Нет, посмотрите, просто дело в том, что все авторы, которые работали в жанре обычной гравюры японской, даже вплоть до хокусая, все делали, ну не все, там, больше, подавляющее большинство авторов, делали и эротическую гравюру. Вот в чем дело. То есть это не то, что были одни художники, которые специализировались на низких изображениях, другие, которые специализировались на высоком искусстве. Это были одни и те же люди. Просто японцы, художники не подписывали свои работы, если они делали порнографические картинки. Но все знали, что это они. Смотрите, вот еще такой вопрос. Вы мне за кадром сказали, хочу нашим слушателям донести. У них разная была история, вот к поцелую отношение было другое. А какое? Вот тоже интересный момент. Смотрите, парадоксально, да. Вот мы видим эти картинки, где огромные половые органы, поцелуев почти нет. Если есть какой-то поцелуй изображен, то это выглядит в глазах японцев того времени, это выглядело либо как такое индивидуальное какое-то извращение, либо как что-то совершенно неподобающее. Потому что в Японии не было традиции поцелуев. И то, что у нас на Западе поцелуй может быть сразу... Разные эмоции выражать, да. И дружеские поцелуи, может быть, поцелуй мальчик-мать, да. Или там мама целует дочку, папа целует дочку. В Японии у всех поцелуев однозначно был эротический контекст. Причем контекст такой, знаете, скорее со знаком «ах, какое извращение». Вот. И поэтому, когда в 20 веке, в начале 20 века Япония стала знакомиться очень активно с Западом, да. И в конце 19 века тоже. И в Японию даже, когда привозили известные работы вроде «Поцелуи» Агюста Родена, есть такая статуя, да, скульптура. И там изображен поцелуй обнаженного мужчины и женщины. Была целая общественная дискуссия, можно ли это показывать. И в итоге ее показали, завесив лица тряпочкой. То есть это парадокс, да? Ну да, для нас да. Ну понимаете, люди, которые... В нашем понимании. Да. Просто дело в том, что европейцы или американцы, приезжая в Японию в конце 20 века, 19 века, они смотрели и говорили, какой разврат, глядя на эти картинки, да. А японцы смотрят на эту прекрасную скульптуру французскую Агюста Родена и говорят, какой разврат. И вот тут мы начинаем, да, Запад, Восток, вот что это, как это вообще сочетается. До сих пор в Японии поцелуем отношение такое очень аккуратное, именно на людях, да. А вообще вот на людях сейчас, они как, проявляют свои чувства или нет? Вот мы как раз недавно, я блог веду в Инстаграм, и мы обсуждали буквально на днях этот вопрос. У меня очень много подписчиц из Японии, много кто замужем за японцами, или кто живет в Японии. В общем, у нас там целая такая, ну, своя, можно сказать, диаспора, да. Вот, и мы обсуждали, как вообще люди реагируют на поцелуи на улице, да. И похоже, что есть корреляция. Целуется ли японец с неяпонкой или с японкой, и целуются ли иностранцы на улице вдвоем. Вот если иностранцы целуются, то японцы скорее воспримут это как нарушение норм. Если сам японец целуется с японкой или со своей женой иностранной, тогда как-то немножечко легче. И все легче и легче становится, потому что все больше и больше молодежи позволяют себе вот такие открытые эмострации чувств. А так, знаете, я шла в Токио пару лет назад со своим женихом. Да, и мы шли, не японцам, если что, и мы шли, державшись за руки, и даже это смущало. Ну, понимаете, Токио, он разный, есть центр Токио, есть такие окрестности, которые у нас типа как Новая Москва, да. Спальные районы, так скажем. Спальные районы, да, там не совсем это принято. То есть я чувствовала себя не очень комфортно. А поцелуи их вообще нет речи. Так, начать целоваться, это будет прям совсем плохо. Смотрите, а вот как они строят сейчас отношения? У них есть такое понятие, что они встречаются до брака? Конечно. Ну, то есть они как у нас, то есть girlfriend, boyfriend. Да, ну вот тоже интересный такой момент. Романы есть у них? Конечно, есть. Люди на самом-то деле везде одинаковые. Ну, надеюсь, да. Все хотят любить, все хотят иметь любовные отношения, сексуальные отношения. Но есть просто разные, ну, как сказать, культурные парадигмы, да. А так-то мы все хотим быть любимыми, хотим любить. Мы все хотим секса и хотим его получать. Ну, это как бы базовая структура жизни, да. И просто существование человека как индивидуума биологического. А дальше начинают наслаиваться эти культурные всякие противоречия. И вот если говорить о Японии, меня все время поражает, когда я читаю, например, какие-то статьи, либо смотрю, например, сериалы современные японские, когда, допустим, сериал длится 12 серий, да, японские дорамы так называемые, это как, ну, сериалы развлекательные. И любовная линия, мужчина-женщина, она его подчиненная, он суперкрутой босс, но он, блин, 12 серий. Из этих 12 серий, 11 серий он собирается ее поцеловать. И он, и там начинаются, ну, просто какие-то совершенно невероятные вещи из серии, что он начинает подпиливать ножки у кровати, приглашая ее домой. И никак не может ее поцеловать. И на этом интересном месте, друзья, у нас небольшая рекламная пауза. Мы скоро продолжим. По-моему, клево у нас сегодня. Итак, друзья, у нас в гостях сегодня Анна Пушакова, востоковед, автор книги «Сюнга. Откровенное искусство Японии». Мы вообще говорим об эротике Японии древной. И вот нынешние мы остановились на том, что, Аня, вы говорите, смотрели современный сериал, и вот 12 серий он пытается ее поцеловать. И 11 серий. А на 12 серий у них уже рождается ребенок. А, то есть как и что это было? Все пропущено, все остальное пропущено. Самая вот эта сложность для японцев – начать, сделать первый шаг. Начать встречаться, начать сказать, что я тебя люблю. Причем даже замуж. Такие же алкоголь. Причем даже замуж человека зовут. Причем проблема. Алкоголи все раскрепощены. Ну, простите, конечно. Японцы, которые пьют, они сразу штабелями укладываются. В Японии очень много людей пьют после работы. На самом деле я никогда ни в одной стране не видела в мире, чтобы я вот шла по улице и видела прилично одетых людей, которые лежали просто пьяные. И, ну, расслабляются после работы. Так, очень тяжелая, тяжелая работа. Ну вот, а если возвращаться к японцам, которые затевают отношения, даже замуж предложат. У меня девчонки знакомые, которые за японцев замуж вышли. Предложение делается примерно так. Так, я бы хотела, чтобы ты варила мне пельмени до конца моей жизни. Наша женщина, услышав такое, может вообще, в принципе, вопле уху дать. Ты вообще что себе тут придумал? Да, похоже бы сказали. Какие пельмени? Ну, либо шутили. Ну, либо шутили, да. Вот, ну, если серьезно, да, то японцы, для них вот такое иносказательное... Метафоры. Да, метафоры такие, что я бы хотела, чтобы у меня обеды готовила каждый день. Это значит, что он тебя замуж зовет. Поэтому тут тоже очень интересно. Хотя, с другой стороны, другая крайность, это вот про вот эти мультики эротические. Это же тоже их производство. Да, да, да. Made in Japan. И еще сейчас, если вы будете смотреть на человекоподобных роботов, да, которые, возможно, будут замещать женщин и вот эти секс-куклы. Это целая индустрия. Да, и целая индустрия, которая вообще тема для отдельного обсуждения, да, изучения, что в Японии происходит в 21 веке. Вот как сексуальность складывается в этот период времени, тоже очень тема богатая, я бы сказала. Ну, а вот, ладно, раньше, понятно, они были раскованными, все получали кайф и удовольствие. Ну, опять-таки, если они не в семье, женщина была ущемлена, в принципе, в правах. Ну, неравные права, в смысле, были с мужчиной. То есть он мог гулять, а она нет. Но при этом вот сейчас есть там психотерапия, психология. Они этим всем пользуются, то есть у них это модно сейчас? А у нас это модно сейчас. Понимаете, любой вопрос, который вы мне задаете про культуру, да, его можно в обратную сторону направить. У нас модно психотерапия в Японии, да, или в Москве, например. В Москве модно, а в каком-нибудь другом городе, да, за МКАДом, уже другое отношение. Поэтому здесь все очень неоднозначно. Понятно, что появление психотерапии может сильно помочь, да, человеку, если он осознает, что у него есть эта проблема. А если ему и так нормально? Я просто к тому, что это все равно некий тренд такой сейчас, который есть, мне так кажется. Вот насколько они это используют. Вы просто начали с того, что у них как бы, как у нас не было в СССР, секса нет, в Японии сейчас секса нет. Нет, подождите, его нет по факту, но если вы посмотрите вокруг, как же его нет? На вас со всех сторон будут смотреть обнаженные девочки анимешные, да, с большой грудью. Вы зайдете в любой магазин обычный, который какой-то у нас пятерочка, да, вы увидите стенды просто с этими журналами, на которых женщины, девушки, ну вот эти изображения анимешные, да, они вот прям во всей красе, да. Везде, пожалуйста, секс-шопы, то есть все это доступно, все это открыто, но исследования показывают, что секса мало. Понимаете, парадокс. Секс везде, и при этом секса нет. Ну реально парадокс. Да. Даже не знаю, что сказать на это. То есть это к ним, наверное, обращаться, спрашивать. Я думаю, что у нас, конечно, такая ситуация невозможна. То есть у нас нет вообще такого, такой проблемы нет сейчас, нет мужчин, большого количества мужчин, которые бы оставались девственниками до 30 лет, например, да. Это не российская абсолютно проблема. Поэтому здесь можно говорить о каких-то культурных предрасположенностях. Ну смотрите, мы говорили о том, что у нас все равно немножко семья еще давлеет, что девушка может испытывать чувство вины, да, если у нее много партнеров, там ее могут как-то и обидеть, плохое слово сказать. Вот там как с этим? Вот есть семьи, которые там давят, что-то говорят? Вот как они вообще говорят о сексе в семьях? Я не знаю, не могу сказать, потому что я же сама ни разу не была замужем за японцем, да, и мне сложно сказать, насколько это именно в масштабах всей страны, да. Но то, что там нет европейского подхода вот такого, что давайте спрячем секс, потому что это слишком интимно, я думаю, что этого нет. Проблема, как мне кажется, в другом. Потому что нет своего пространства личного. Потому что нет достаточного дохода для того, чтобы обеспечить свою семью. Если посмотреть на демографический опрос, то причина... Девушка спрашивает, почему вы не выходите замуж, да, какова причина, что вы не замужем? И девушка говорит, мы хотим, чтобы доход у мужчин был вот такой-то, да. И если перевернуть эти цифры, посмотреть, то окажется, что доход, которого хотят большинство женщин от мужчины, такой доход в Японии имеет 2% мужчин. То есть завышенное ожидание. Женщина хочет больше, чтобы мужчина больше зарабатывала. Не в реальности живет. А потому что женщина в Японии, это женщина-домохозяйка, она выходит замуж, она бросает работу, и она сидит с мужчиной, с ребенком мужчины дома и ничего больше не делает. Этот подход был в 80-х, 90-х годах, когда в Японии был экономический бум. Сейчас он давлеет над современными японцами. А современные японцы, они получают уже гораздо меньше денег, и у них уже меньше возможности посадить жену дома с ребенком. А девушка все равно старается, в этой парадигме живет и хочет найти мужчину с большим доходом. Анна, смотрите, у нас буквально полторы минуты остается. Мне, знаете, вот что интересно, чтобы вы такое резюме сделали, заключение. Вот что мы, девушки, в России можем взять для себя из того рассказа, который вы нам дали, когда рассказывали про японок, когда вы изучали японок того столетия, 17-18 века? Мне кажется, не стесняться себя, не стесняться своего тела, своих реакций, быть открытой и наслаждаться. Мне кажется, это самое главное. И если какие-то проблемы есть, которые можно решить как-то, то решать их вместе с партнером и радоваться жизни. Смотрите, а еще вот интересно, минутку буквально остается, у них же совсем были другие критерии красоты, у них же не было вот этих стандартов, как у нас, да? Нет, не было. Более того, большие глаза, которые сейчас как бы кажутся из-за аниме, что они модные, на самом деле это в 20 веке только появился японок, японки выпускали пособия по макияжу, чтобы глаза были уже, пытались заузить себе ротик визуально с помощью косметики. Совершенно другие были представления о красоте. То, что сейчас в Японии, да, какие представления о красоте, это транслирует западное общество. Ой, спасибо большое. Короче, читайте книги, Анна, у вас, во-первых, будет презентация, да? Уже в субботу. Да, завтра. Завтра. Можно прийти куда? В Ленинскую библиотеку в 18 часов. Так, нужно регистрироваться. Да, надо заранее зарегистрироваться, на сайте Ленинг есть вся информация. Спасибо огромное, друзья. У нас в гостях сегодня была Анна Пушакова. Ну, такого ликбеза у нас еще точно не было, зато кругозор, ого-го какой, и есть, можно сделать выводы. Спасибо. Спасибо.